ПАК! ПАК! Ну, окей, хорошо. И как они будут играть? Алхимикс фоломид? Ну, может быть. Хотя я пока не понимаю. Алхимикс здесь может и пофармить, и пойти в мид. Это пак, судя по всему, на оффлейн. Стоять он, возможно, даже будет против Юниверса в легкой. Артизи все-таки прыгает на профетку, слава богу. Ну да, не стали, не стали опять-таки выдумывать какую-то полную ересь, и по-другому. По-другому решили сыграть. Иди, Фир нас, Венни. Все-таки Фир опять возвращают на фарм Ю. Он предыдущей две игры был наказан. Артизи сказал, что с тобой будет всегда, если ты будешь фармить и не помогать. Заставили играть на саппортах. Ну что, игра начинается. Да, кто на ком? Ком. Неби Банана, понятное дело, Энчантры. Саншенк играет на Шадоу Шамане. Хао, Ликантроп. Му, Бак, Рэббит на алхимике. Ну и команда ЕГЭ. ППД, Даззл. Фир, Свен. Юниверс играет на Дарксире. Зай, Бэтрайдер. И Артизи, Дэдпрофит. А вот твои дважды у тебя нормально все? Да, а что? У меня, ну сейчас будем надеяться, что меня отлагает. Пока у меня слайдшоу. Слайдшоу, ну ладно. У меня один слайд в 10 секунд. Ну, слава богу, что ты играл, да? Пока картинка на мне, да. Есть время отлагать. Если что, мы можем зайти через Доту 2 ТВ? Ну да, можем зайти. Если не отлагает, то туда мы скорее всего и пойдем. Я надеюсь. Свен. Свен. Свен такой, нормально заряженный. Смотри, он там натыкал себе. А, это его селфмейд сет. Да, Свен. Я понял, Фир решил попантоваться. А, ну понятно, понятно. Ну все, все, все. Что ты хочешь? Это же, это же из фри ту плей, как бы. Да, да, да. Ну вот то, что Юниверс на Дарксире, это очень интересно. Это его любимый герой, наверное. Я комментировал их почти всю Америку в прошлом сезоне. И Юниверс на Дарксире творил чудные дела очень. Очень чудные. Лайн он зачастую выигрывает. Если не выигрывает, то выходит из него как минимум не обиженным. Ну это же Юниверс, там вообще один из лучших его героев. Да, у него огромное количество игр на Дарксире. Ну и Даззл, Даззл будет на подсейве, понятное дело. Убить кого-либо будет очень трудно. Потому что есть пацаненок, который накидывает Грейв. И Бэтрайдер. Бэтрайдер находится на суппортинге. И он сейчас действительно находится в чужих лесах. Ну у меня пока не это. Я сейчас попытаюсь еще придумать. Придумать? Да. Као. Пошел щиток на крипов. Да, Юниверсу главное сейчас немного по ластхитить, чтобы собрать себе соу ринг и все у него будет в порядке. Зай просто стоит в кустах. Стоит в кустах. Ничего не беспокоит. Ну и Фир. А Свенни тоже бьет крипочков. Пока у него с ластхитом не зашло. После саппортов, наверное, трудно ластхитить. Там надо всячески избегать ластхитов крипов. Тут надо навалиться у них. Саншенк. Выходит. Бэтрайдер. Тут же Firefly. Ну, просто чтобы забрать крипов. Да. Забирает отвод. Все грамотно делает Бэтрайдер. Денай. Жесткий Раста. Жесткий Раста. Ну и Дазель гоняет здесь Алхимика. Что Алхимику? Алхимика 0-0 по крипам. Да. Немного ХП получил. Почти второй уровень. Но только ХП Алхимик не обойдется. Снова Денай. Тут Раста просто жестит. Так, у меня это походу по чуть-чуть, по чуть-чуть уже получается. Это хорошо. Ну да. Щас, 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 щас. Хау. Вот теперь против двух щитков-то стоять очень трудно. Убегает отсюда Юниверс. Понимает, что выходит на лайн энчантер с сеткой. И рядом еще и Раста был. Поэтому вовремя реагирует Юниверс. Есть Сапожок. Есть Кларити. Еще и Тангусов полный пак тут. Ну, Сауринг должен next-то появиться. Фир подысит спреем. Носится под вышкой. Прокачал Варкрай сразу же на втором уровне. Ну, вот так. Правильный Свен, наверное, вот так надо называть. Ну, это да. Это понятное дело. Ну, вообще, самое главное здесь, наверное, для ЕГЭ, то, что у Юниверса все просто отлично идет. И посмотрим, как дальше у него дела пойдут. Но пока справляется на ура, я бы сказал. Да, вовремя отходит. Там стоит вард нужный, который дает ему вижена. Это же его вард стоит, правильно? Бэтрайдеровский. Да, заевский вард. Заевский. 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 Артизи. Артизи. Проблемы. Тут гарпеж-термодел. Пак запрыгивает. Это возможно. ФП на Артизи отбивается. Как он выжил? А банка. Отбивается, отбивается Артизи. Ну все, гарпию тут не добьет. Да, гарпию добил. Ну как ему тут повезло. Артизи ему тут повезло. Вот это... Не, везет всегда сильнейшим. Сильнейшим, да. Я тоже хочу говорить, что это не бывает. Так что турка тут просто все нормально сделала и все окей. Ну тут, кстати, вот как раз таки подсказывают мне ребята из Dota-статистик, за что им огромное спасибо, что 168 матчей на профессиональной сцене сыграл Universe на Дарксире и у него винрейт 57%. Очень большой. И это топ-1 Дарксир в мире по количеству сыгранных матчей. Я не удивлен на самом деле. То есть, Universe на этом герое отыграл, как я и говорю, все квалификации на нем. Когда его не банили, он всегда играл на нем. Поэтому, чему тут удивиться. Universe очень классно. Уже изучил этого персонажа, подходит. Но если есть контроль мапы, то Universe просто берет и начинает бить лицо кентавра. Он знает, что рядом никого нет и никто этому кентавру не поможет, поэтому можно потягаться с рогатом. Потягать его за уши. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну да, не стесняясь так. Но Артизий пятого уровня уже. Вопрос, будет ли Артурка качать экзорцизм на шестом уровне. Если будет, значит Universe будет смещаться. Они начнут пушить. Universe все так хорошо, что он не факт, что вообще будет дергаться с Лейн. Он уже почти пятого уровня. Приобретает Соби Маск. Генится. Дабл дэмэдж для Хао. Хао забирает. И пойдет дальше формировать свои леса. Что у Фира? По крипам. 21-22 на 5. У Фира все более-менее. Да, есть ПТ. Мне интересует больше план на этого Свена. То есть какой план? Просто я выбежу, включу Варкрай и мы всех дорогими убьем. И под щитком будет бить, да. Стан, щиток. Очень много дэмэджа. Стан будет даваться главное не в пак, а в остальных нормально. Ну и под ГДСом сносить вышки Бэтрайдер. Запрыгивает. У Саншенко большие проблемы. Смотри, сколько сейчас дэмэджа будет от щитка. Саншенко что может сделать? Ничего. Просто растыпался. Это щиток третьего уровня. И действительно на бегущем за тобой Свене, которого хилят и на котором висит Грейд. То есть в принципе план то неплохой. Ну и как то сдерживать. Ну в принципе с другой стороны у Ньюбита тоже нечем сдерживать. Правильно? Ну да, у них есть симпат. Они могут убегать. Убегать это рабочая страта. А ты хочешь сказать что нет что ли? Не очень рабочая. Главное не упереться в конец карты. В остальном она действенная. Ну и эти могут и упереться вполне спокойно. Блин, вот эта прическа на Артизи она мне не нравится. Что это за медуза на голове? У кого? У Артизи? Да. Чуть-чуть. Нет прическа. Ну какие-то стрёмные на мини мапе. Так, кого ловят? Зай. Рассыпался. У меня кстати тоже начались спайки. Ну у меня немножечко отходит, но все равно чуть-чуть проспайкивает. Будем надеяться что это не сильно критично скажем так. Да. Ну у меня все. Вроде попустило немного. Юниверс уже почти шестой уровень. Понятное дело что стенку он максить не будет. Он сейчас начнет скорее всего качать вакуум. Я может быть и нет. Шестой уровень получил. Ну все же не макси. На топе тем временем проблемы у Рэббита. На Рэббита напали и вот он первый фраг. И вот он под Гад Свенцем вот он первый. Первая вылазка и первый уже пошел. И вот он ГДС смотри как вышку откусывает. Оп. Свенц ПТ. Раз. Два. Ну вот да. По 164 пили ты уже не весел. Леди туда опять. Рэббит четвертый левел. У Фира скоро. Седьмой. И здесь стоит сбегать банан на чудес. Видит пиде. Гюнивер сплюнул мне в лицо просто он взял на что он вкачал стенку. Ну вот ты понимаешь что он вообще думает? Топовый Дарксир просто. Я впервые вижу стенку которой без стяжки. Но ему походу вакуум не нужен чтобы. Да а зачем ему вакуум? Это для слабых. Поставил стенку сами зайдут. Для черт пойми кого надо. Сами зайдут. Как ворота просто такие. Да у нас 2-1 пользуется команда Evil Geniuses. Неплохо началась игра для них. По крип стату все хорошо у Фира. Все хорошо у Артура. В принципе универс свое набирает. У универса есть рецепт на хедреск. У универса есть седьмой левел. Четвертый Эйншел. Ну и уже можно делать Бобо. Да Бобо можно делать. Кстати заметить раскачку Артура. Он в четверку вкачал Вичкрафт. И тройка задувка. Это интересно. Я вообще впервые вижу такой наггет. Цепляют его. Но тут если что есть рядом тазл. Ну типа он выхилит. Но хватит ли этого времени. Рановато он бросил сейчас Грейв. И хила от него не будет. А ну вот есть стики. Есть стики. И Артура уживает за счет этого. Есть стики. Есть баночка. Артур отпивается. Пошел экзорцизм уже. И что смещается на ботом. Пытается законтролить руну на восьмой минуте. Повезет нет. Через четыре секунды. Артур знает. Ну это же Артур. Это реген будет. Инвизибилити. Ну инвиз тоже. Да. Должен забирать инвиз и сразу же куда-то летит. Летит он на базу. Да. Подальше. Все убегают. Снизу Юниверс протолкал немножечко линию. До Тавра. Тавр тут уже кстати 500 хп. Это кстати у вышки осталось всегда. Да. Это кстати ну достоинство скажем так Дарксира. Что есть у Бананы. Урна сапог. Пока больше ничего. Коза имеет один килл. Единственный который есть в команде. Можно сказать конечно что саппорт реализовался. Что у Бэтрайдера. Зай фармит. Зай фармит. Лиса заформил стаки. Полторы тысячи на руках с лишним есть. Есть седьмой уровень. Чуть-чуть остается с даггером. Да он вылезет вот с даггером. Вот первая кстати мидия атака сейчас идет на Артизи. Нету ппд рядом. И это скорее всего будет фраг. Артизи сейчас битый. Но вот если не прочувствует. Смотри Артур ему вылезет. Хотя. Артурка чувствует. Ну он не чувствует. У него вард стоит и он все видел. Вот на чужом хайграунде. Вот Зай это один из тех бэтрайдеров который терпеть с даггером не будет. Это тут же будет тп. Смоук возможно и ганг. Там без смоук это просто будет. Если нестись, нестись, нестись команда. Просто вперед. И убивать. Так ну что же. Бана, что собирается под противушку. Санчен 5 уровня. Пока без ордов я думаю не получится. Заходит в кусты. Кентавр, кентавр. Ортизи. За цважем на ноге Артур находится. Но понятное дело那個 еще пытается его вот так вот танчить. Хорошо. Развел каст? Промикрил, промикрил тут Артизи И оранжевого крипа тут в лесах добивать Да, вот пока ждали Артура, мы идем поразбегались Ребята все-таки из Ньюби, а в это время потянулся уже Фир Цепляют Хао на ботами по двумя щитками Еще второй кто-то летит, а куда ж ты летишь, друг? Куда ж ты летишь, Му? Боже, боже, тут Му-то саншенк Да, разорви ты тут Да, разорвал и просто уеденись уже А уже не уходишь Ну да, тут Зай, конечно, погибает Но Юниверс может подраться до конца Тут же ППД есть Тут же есть и Фир, у которого есть Блинк Вот он, Фир, саншенк в таверну Му-у, через секунду сможет спрятаться Но не надо, и минус ну Вот так вот, три фрага И тавер Для Фир Фир покупает даггер И это будет такая агрессия, просто невероятная Артизи в это время в миде с экзорцизмом Он забирает еще одну вышку, выходит на него Рэбит Спустил стан, уходит он по дейсит спре И, соответственно, дэмэджей не так много залетел Артизи фуловый Пошли задувки Вышку, конечно, тут пробить будет трудно Подвесить спре, им стоять неприятно Рули Регина на бот Тавра не донесут, сейчас подойдут кто-то Ой, еще Регина Ну, это Артур Только мы говорили две минуты назад про Регина Ну, она ему выпала сейчас Просто с дилейм небольшим Да, 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 да Ну, он тоже, вы же поняли Как в доте давай, делай Ну, это же Артурка Это же Артурка, наш любимый узбек Которому Талявит так, как никогда Так, Фир запрыгнул Алхимик, большие проблемы Задувочка, минус Рэбит И все, а что вы сделаете? Что за варды неудачные? ППД не успеет ППД не успеет выжить здесь И, наверное, не стоит под вардами Драться, наверное, стоит эти варды разломать Да, да Все-таки это 300-300 копеек Это, это, как бы, деньги Деньги, когда лишними, не бывает Смотри, волки deny варды Снова задувочка Затянули вакуумом Ухао Небольшие проблемы Прожимает ухимейт Отличный Dream Coil по двоим И там петрайдер кого-то тащит Здравствуй, му Му, тащит Минус, бедный му только успел Перед смертью сказать Silence Silence I kill you Как я? Silence, I kill you Да, да, да Сразу вспоминается Да, да, террорист Ну что, Артизи Почти десятый уровень У него все великолепно Ты, график, посмотри Уже 5200 Команда Evil Genius сведет Кажется, да У них есть где-то мешок Из которого они просто бабло достают Не, ну у них все классно Они забрали тавер Нанизу Смотри, ну как эти тавер забрали? Лол Я думаю, тут уже на топе тоже упал Но если один тавер Это вообще все круто сейчас Для команды И Мидас собирает И там троп Ты делаешь хао У тебя 929 хп И у тебя сейчас будут падать ТВРА Зачем ты собираешь Мидас? Падают, 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 падают листья Вышки На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Не, ну это смешно на самом деле Когда эфир уже совсем скоро будет Это провал БКБ Их сейчас просто здесь Снесут Да, да С ними проведут Беседу Беседу, да Ректальный анализ О вреде золотых перчаток Вот, вот О вреде золотых перчаток Действительно Курс артура Бабаева Вот У-у-у-у, да Упрощенный курс артура Бабаева Если вы купите прямо сейчас То бесплатно получите так же Мать от геморроя вообще полезно для датеров всех и конечно антипригарина пригорит новый морожек и от котором морожка до от корпорации там байр или счет кого-то там снизу снизу просто вот включил хао ногу и просто бежать бежит за ним артурка артурка снесет всех крипов у него сейчас будет 11 уровень и он пойдет толкать товар ману у него просто много топе на топе кстати экшон то прыгает битрайдер цепляет на саншенга проблему зая надо кирать грейф его спустой грейф давайте запрыгивай фир пошел минус первый бы трейдер салат салат как тебе видос нормально видос все хорошо говорят фиру только уходить надо сейчас будет и педус леса живет еще сорвется ребят ребят взорвется о ребят взорвался можно развернуться навалять нет никто не хочет и артизина бот ими под экзорцизмом нормально так подбушек бак запрыгнул артурка не ожидал походу а боже что не ожидал а что он ожидал что он ожидал что он ожидал что заблудит энчантрес или что я так не поймут почему не так мало хп было он вроде фуловый бы он а вот нет он не он где-то от крипов побился или то товар стоял вытанковывал вот если же артур смотри пошел зай на сюрже саншенг и горим гори гори ясно раз ты не погасал как же она умирает просто firefly левел 4 в 80 дэмэдж овертайм и air shell левел 4 90 дэмэдж овертайм 170 дэмэджа в секунду получает от вас таки не бьешь какое у него количество хп со стиками с ракан тапками сейчас 87 или сколько там у нее да я думаю что где-то примерно в области короче 4 секунды и надо вот 4 секунды 3 секунды горит и все и ггвб но ура где свэн свэн смотри ухаммером скоро будет бкб и фир пойдет в соло разваливать команду да да фир уже довольно опасен он единственный у него 2 гдс 3 гдс напомним это плюс 150 процентов бонус дэмэджа на 25 секунд который получает этот чудо герой что надо наверно людям напомнить редко они свэна видят все таки как ни крути ну еще самый главный через 10 минут ребят на четвертом канале обязательно включайте все я включу первую очередь на четвертом канале начинается трансляция 13 игрового дня старладдер саус саузер мистер азия идет там у нас серьезные битвы арал против форс депарчер первая игра просто вообще супер матч потом бит раз темы соя бэйк против джоннис реванш и свэн мшку в миде и сейчас пойдет на разваливать варды запрыгнула что-то вообще фар 2 3 4 пока висит армора нему ничего не наносят просто вы форме вот у гадость пристал ды ну еще пару крипал там по дороге за артизи опять могут спануть выходит кентавр на перестать за контрил так вот так тут и драка цепляют на но бананами утра слипался ребят по двумя щиточками лучше не бегать даже стал ими стянули попытки сделать типа вот нечем сбить то и ладно а там артизи все забрали да артизи погиб артизи что-то немножко сегодня в игре скажем так подпишевает маленько дар турка по ходу стал тащить первых двух говорит хвач 4 и 4 карты уже кому дрем кайл по двоим фир носится нет гдс а бегают по дрем кайлу сашинке без гдс а погибнет пошел universe вакуум тому быкует на за и минус и что еще цепануть и нет универсии на самом деле сейчас я немного под видели при этом хау сейчас портал пьет наверное потом у него будет хау через 2 секунды есть владбир появляется урна удастся считать что делает т.п. т.п. сюда делает артизи ну это егэ очень хорошо начали а потом под расслабились так очень серьезно под расслабились надо им сейчас подсобирать ну опять таки собраться и начать действовать более уверенно потому что что артизи надо начать действует артизи начал видеть как то как будто типа все мы уже победили идите усерпень я знаю что я делаю и что-то как-то не очень хорошо получается у артура посмотрим сейчас должен мне кажется рожанчик заехать через некоторое время под плюс армором до злой под светом должны забирать юниверс дофармливает себе уже плейт mail совсем скоро будет шива у ее я будет юниверши вы это будет беда но типа как беда в принципе особо ничуть беда будет когда появится бкб эфира вот это будет беда бкб эфира уже появляется прямо сейчас вот вот тогда уже беда все просто вроде она была еще так далеко а потом она уроку и появилась просто уже беда на кентавр стоит возле рошаны и смотрит ему в душу нашли сроку нашел соуха его молотком бьет еще такой звук понимаешь за кирмой я не знаю деревянный так здравствуй кентавр за дочка передавай мустан он тебе станут ему стан давай 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 верхней фирмаре минус волк экзорцизм давай гдс пошел гдс и не этот пока варкрайтов гдс еще нет его под на под под экзорцизмом не будут раскладывать очень быстро так что тут не правильный армор пошел на случай если будет какой-то врыв не запланировать но на топе тавр еще будет дефит но тавр очень бит и не бит поэтому наверное это один тавр придется отдать здесь китайцам и да соберут его сейчас ребятки из ньюби все у них хорошо в плане того что на топе сейчас и в чужом лесу находится в смоке команды так что можно пытаться напасть на кого-то вот здесь загулял немножко бетрайдер у которого закончится firefly он слетает должен слететь за и да вот слетает за и файр флай еще долго смотри у егэ в какой-то момент было 7 5 а уже осталось 6 тысяч это еще раз что то что он вообще забрали оршана просто пошли варды на т2 ну и вот тут уже надо дефать надо дефать подходит сюда дазл чуть-чуть не хватает до 11 уровня залетает сюда так свэн запрыгнул фир пошел он байтит на себя он значит у него егэс у него бкб у меня пошли небольшие ведутся на него афир хочет ну сбить тп нечем а теперь есть чем при это я бешево шесть сайт получил рэбит сейчас взорвется нет он он еще универса зацепил кентавр по троим чуть-чуть не набегал инстан но в случае даже то что цепанули одного рэбита это уже хорошо выскочил упадет смотри там му цепанули а он на дештавр задинает еще му и потратили на там еще му заберет да ладно ну боже ну при этом живет пока живет и контракт тем временем забирает ботом гонится за да злом до суши но вот этот крыса сплит пуш пошел и этот крыса сплит пуш может стать привести успех да сплит пуш очень грамотные качественные тут инчу что будут как-то цеплять нашли учу фир здравствуй банана 1 2 почему у банана не вкачан он тачи был он вкачан на единицу а хватит куда дальше то зачем типа да можно сказать хоть сказать что есть я будут медленнее бить они убьются убедут просто меня не тебя убьет сын против свою ноту он тачи был чуть фигня полная конечно своим же он руками не бьет он такой с булыжником в руке чтоб идут на т2 артизи есть экзорцизм здесь плейт mail это же шива что ли будет или кираса нет на шиву рецепт кубай тортиз на что артизи будет скорее всего это сыпаться кстати подверг кираса идеально заходит минус армор залетает сюда зай зай будете прыгать на хай граунд нет прыгнула не на хай граунд выпалил деревья вышка начинает сыпаться шоу вар край есть плюс армор рассыпалась вышка забирают и крипы правда я уверен что это ренджовый добил он любит это понятно стилить да ренджовый крип это ренджовый крип это стилер стилер года просто я думаю сюда статистик дадут статистику самое большое количество вышек добитый ренджовым крипом было бы интересно есть какая-то такая статистика было бы действительно интересно за этим понаблюдать сколько ренджовые крипы у вас воруют что ты всегда стоишь там да когда пытаешься этот таврд за дэнайт стоишь там потеешь мучаешься обращаешь внимание на миличных крипов чтобы не дали нужную тычку а тут хлоп вот этот блеск такой все испортил маг ты думаешь ах ты гад что ж ты сегодня не заданная да 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 следующий раз я тебя не я подпущу просто крипом и все и будем с тобой вот так вот то не будем мы с тобой больше дружить да не буду никогда бить ренджовый барак чтобы не усилялся буду бить только миссию пусть каспер плачет и на зло так сан шенга находит будет ли его пока только сайланс видит му запрыгнули ну юл ты будешь хоть нерой топ и драйвер кого-то спонуться по новому уму большие проблемы есть задовка у мукс и допустив пор жив но она тут никак не уйдет да он пытался ну да зл его приговорил просто питер даггер говорит нет пацаны новый not today not today да not today чувак и убивает что заход на вышку вышка коцная и будут ли юзать вообще экзоарцизм пока не понятно я думаю что он не нужен куда тут два удара по тавру надо сделать и все и можно на тт пытаться по лгдс и экзоарцизм зайти да и тибуле а есть еще пока сделай бэбэк да почему бы нет и ты смотри егэта походу решили действительно так сделать пошел экзоарцизм и пошел артур юл дамажит просто крипы падают быстро артинь скажет он под армором заходит фир юр под кресом 1 2 3 но на борту потратили секунды 3 4 времени стан получает фир товар продолжает падать не дерутся не убит и не потеряю товар на ничьи забарки потеряются ты смотри как падает миличный товар а вот есть тп сюда ир хексе фир поломился царе шоу ловит под сержанты носится когда ему пофиг у него и без не забывайте еще когда вы не проработали на хлябе уходим на троих дремской подняли метра мозг фир пытается сделать пауза включает бкб пошла у нас драка на фиро набросили грейд но и фир пытается драться до конца саншин должен убереть да сашин погиб бананы и вашим бойцом он бегает бкб и нас пытается людей убивать байбаки не работает на людьми даст ну вот тот инфаркан тоже знал об этом вот кто знал мало кто знал но можно было посоветоваться но теперь то следующий грим точно не соберет теперь он знает теперь он знает что нельзя продавать людей так то все просто продавать людей запрещено закона в любой стране наверное продать можно ласта когда-то продали но это такую но вообще при получении визы в сша много раз уточняют не являетесь человеком который продает детей детей особенно судя по всему хао поэтому только в китае играет там галочку до поставил ну что артизи артизи я не знаю что не мутят но не мутят две шивы вот так вот просто это его дженниус и можно все у универса шива есть у артизи будет вот сейчас прямо а ты уверен вот так вот все в смысле на мой взгляд есть того что может а может они будет сплитпушить сплитпушить двумя шивами двумя шивами просто они будут заходить с одной стороны а вторые будут заходить с другой стороны и будет зажимать в ледяной капкан и ты такой не понимаешь что происходит когда на тебя джайд про две лавины ледяных на тебя да 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 прикинь зая тоже дано зашиву эфиру всем пошиве всем пошиве они запрыгивают эту ледяной взрыв и просто надо начинать самая лево направо там экшен кишки мясо кровь все это замерзло да 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 ну шивы же да как же этому всему не замерзнуть так что я я говорю честно я нажал дабл клик на фира и смотрю просто ну и фир сейчас должен начать и грязь сейчас просто понимаешь если ты помнишь в 2012 году был чудесный турнир в чудесном городе яншопинг где играла команда нави в матче против егэй там тоже был дарксир и там тоже был свен там тоже фир играл на свене и вот тай дабл очень долго очень веселый до момента да когда дарксир не стянул эфир не сделал один удар и команда нави закончилась за 0,2 секунда ну вот как сейчас муза кончился видишь его и убил не на я не понравился больше момент с магнусом урсой тоже было прикольно муж и по-моему ну все буду снижать вытащили кого саншенко саншенко погибать делать байбок своевременно причем пока ничего не происходит вообще то есть просто по одному истребляют до секунды смещаются не творят и они на варкрай за 2 секунды убежали какой-то другой конец карты и и теперь мы живем там да и ловить у нас семеро там по всей карте как-нибудь как угодно и будет веселее бегать фирм под мамам принул я такой звук от этого молотка когда он бьет по по нейтралам я не знаю как будто он тупой стороной этого меча просто да 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 как будто он типа людей бьет чем-то острым а так просто молотком валит крипов знаешь другой стороной ножа берет их булку режет там так насильно ждут рошанчика ждут рошанчика ну ребята давайте без грязи какой рошанчик у вас есть фир у вас есть фир и юниверс в вакуум стежка стянкой гбб руну за ооо это вообще заявка отдаете и свену я знаю что это победа ну так один сюда и лежать кстати у свена 200 мне интересно что он будет делать дальше ты еда ус наверное что да еда ус доберет из кристаллица нет мне кажется крит хочет на миллион дабыл дэмэджем это кстати реализуем и давай забирай рошан 30 секунд как раз прям кого-то там спалили рэббита здравствуй бежит бежит я за эфир ноут фир разведись другую сторону там там покруче факт 3 побежал на маднессе ловят урабит я хочу стреки и больно 1 2 по рэбиту тоже как по лесному крипту без гдс если что было тут упадать и без гдс для тех кто думает что почему свин так долго убивал он не нажимал гдс все рошан риснулся ребята забираем рошан идем на хай граунд план капкан просто так хао улетает отсюда еще бы секунды получил flame break в лицо и никуда бы он не улетел что бананы у бананы путь к аганиму но он не будет закончен в этой игре по крайней пока рановато рановато ему да действительно он решил что химик с даггером лопатку тут надо собирать копать пользу без такую такую до военную когда я участишь лопатку нас но кстати даже можно не пиру отдавать часа эгис а товарищу артизи я пока не сделал это не тратят хотя вот нажимают понимают что кто-то рядом есть кого вытащили никого не вытаскивается варды ну кончился 735 забегает сюда пир хао первый крит пошел второй крит прошел минус хао это минус 3 уже ну как я же это отлично игра просто от команды был джинс шикарная реализация смена просто прависимо фирм в итоге заканчивать у нас 7 1 7 юниверс дарксир 4 0 13 возвращаемся к тому моменту возвращаемся к представлению команды да когда мы с тобой сразу сказали что у этого товарища больше всего матчей сыграно на этом герое теперь мы понимаем почему доказательства вот вам и вот вот почему потому что он имеет играть доту на этом герой и однозначно больше всех в мире среди профессиональных дотеров играл на этом герой в доту